В последнее время мы живем, когда нет ничего стабильного и прочного. Все, что так необходимо каждому – любовь, семья, забота – утрачивает свою ценность, вытесняется равнодушием, пошлостью и жестокостью. Христианская семья – прообраз небесной семьи. Все ее члены помнят об этом каждый день. И все же многие задаются вопросом – чем отличаются христианские семьи от мирских? Сегодня мы побывали в гостях у семьи Поробовых и вместе разобрались в отличиях. Я как-то вот увидел, пообщался, и я понял, что мне легко, и этот человек мой. Помню еще, когда мы женились, я вот говорю, что я не особо была подготовлена, ну, такой вот прям горячей христианкой, особо подготовленной к браку, больше муж был. Но вот благодаря его откровению он знал, что вот у нас все будет классно, мы все равно поженились. И я когда вот алтарь, бракосочетание, пастор венчает, и я помню свою такую искреннюю, одну из первых искренних настоящих молитв, я говорю, Господи, помоги мне стать такой хорошей женой своему мужу, чтобы вот он не пожалел о своем выборе. Вот это важно, вступать вот именно с таким пониманием в брак. Когда ты хочешь, чтобы вот, ну, не пожалел твой, не ты не пожалел, а вот чтобы твоя пара не пожалела, ну, тогда будет вот, тогда будет все иначе. Мы вообще изначально не искали отношений, ни Женя, ни я, у нас получились они сами собой. И когда вот получается дружба, которая перерастает в любовь сама собой, там уже, там уже, наверное, и к семье ты подходишь, ты, может быть, и не спешишь, и не опаздываешь, а тоже такой процесс, который идет сам собой. Ты понимаешь, что, в общем, естественный процесс. Я думаю, что вообще не стоит в этом как бы торопиться, потому что можно вот в этой погоне за чувствами, за эмоциями, можно дров наломать, когда торопишься. Поэтому мудрые люди говорят, нельзя принимать решения и на эмоциях, потому что они могут оказаться в результате печальными. Вот. Но и нам мудрые люди из церкви подсказывали, что не надо торопиться, надо вот узнать друг друга получше. Вот. Что еще? Надо, ну, как бы самим в чем-то реализоваться, потому что, ну, мы еще были молодые. Неопытные. Неопытные, да, как бы, ну, надо было стать более зрелыми, потому что у нас, о, главное, она рядом, главное, он рядом, все у нас получится. А как, что? Ну, и плюс важно, наверное, успеть пройти каких-то пару трудных моментов, посмотреть, как твоя половинка реагирует на какие-то сложные ситуации в жизни. У нас за период нашей дружбы, от начала знакомства до свадьбы, были такие моменты сложные. Был период, где Женя боролся за меня, был период, когда он поддерживал мою маму в определенных трудностях, вот. И благодаря этому, ну, как сказать... Ты посмотрела на меня с другой стороны. Да, я увидела, что он не только классный друг, приятный человек, очень галантный, вот, культурный, но и это еще тот человек, который не оставил меня в трудностях, потому что так как мы проходили оба реабилитации, у меня после центра возникал ряд еще проблем с этим делом. У Жени нет, и он все равно боролся за меня, вот, поддерживал моих родителей, был рядом, верил, и благодаря, наверное, откровению в сердце, что вот я его половина, ему это помогало, он прошел трудности, и я увидела, что насколько человек может быть верен. Ну да, я как бы вырос в плане ответственности, а для мужчины это важно, вот. Но и она смогла разглядеть во мне вот то основание, которому можно доверять, на котором можно строить. Ну и вообще я считаю, что когда ты на этапе построения отношений, тебе важно смотреть на такие вещи, как человек преодолевает трудности, как он, ну, проходит кризисные ситуации какие-то, как он, его отношение к деньгам, ну, транжирован или он ответственный, он, ну, может, как бы управлять финансами, да, как он общается со своими родителями, потому что, ну, очень часто модель поведения, она переходит и в твою семью. Как человек, например, общается, ну, вот, если про меня говорить, как я с другими девушками общаюсь, может, я тут строю отношения, а там подмигиваю, то есть вот, и вот эти пазлы, они складываются вот в одну картину такую, и ты уже тогда можешь принять решение, я готов дальше быть с этим человеком. Есть ли какие-то минусы там, какие-то, может быть, ну, маленькие там, ну, допущения какие-то в плане характера, капризы, это ничего страшного, это у всех есть. Но вот именно с вот этих пазлов складывается вся картина, и ты можешь принять решение войти, ну, как бы в будущее с этим человеком вместе. И это важно очень. А многие не смотрят на это. Наш общий интерес – это служение людям. Приводить их Богу, ну, говорить какие-то важные, полезные советы, может быть, какие-то… Поддерживать. …передавать навыки, которые мы уже прошли. И вот, знаете, наше общее видение, как я друзьям говорю, у нас церковь дома, у нас церковь в спальне, у нас церковь в машине, то есть это то, чем мы живем круглосуточно. Несмотря где бы мы были, что бы мы ни делали, мы всегда думаем, как сделать лучше, или если есть какие-то трудности, мы думаем, как мы, ну, что мы можем сделать, чтобы их решить. И вот это вот, наверное, самая общая наша ценность, которая нас связывала, связывает, и я верю, что будет связывать до конца наших дней. Мы когда с Женей только начали общаться, и когда у меня еще были трудности, неопределенности вообще с церковью, с моим вообще положением в обществе, и вообще с моим пониманием жизни, чего я хочу, он мне сказал, я буду служить, и ты должна, ну, понять, хочешь ты этого или нет, я буду служить всегда. И либо ты со мной, вот, либо у нас не получится что-то строить, вот. Ну, и я сказала, что я с тобой, и я очень рада, что я это сказала тогда. Моя задача, наверное, как, ну, главы в семье, чтобы вот это зло не пришло в мою семью. Для этого у меня должны быть правильные ценности, правильные ориентиры, и, естественно, мой фокус – это Христос. Я считаю, что полноценный мужчина – это который, ну, со Христом именно, потому что Бог есть любовь. И сегодня мужчины пытаются показать внешне силу, там, успех, часы, машины, но настоящая сила внутри, которая идет от Бога. Бог есть любовь. Вот нам очень важно изначально донести детям, что даже сексуальные отношения, вот если мы берем эту тему, они задуманы для мужа и жены, в браке, правильно. И тогда уже ребенок, если вдруг увидел где-то что-то, ну, неправильное, какую-то грязь, если ему кто-то показали, он уже знает и вооружен тем, что есть извращенное понимание, которое сейчас несет этот мир. И очень важно, вот опять же, сформировать ребенку такое понимание, что те вещи, большинство, которые сейчас транслируются, это неправда, это такого нет в браке, такого нет в настоящих отношениях, в настоящих отношениях совершенно иное. В этом нет полноты, в этом нет удовольствия, в этом нет счастья, в этом нет, ну, будущего нет в этом. Библия говорит, все, чем мы вот кормим, свои глаза, свои уши, тем мы и становимся внутри. Как из доброго сердца человек выносит доброе из своего сокровища. А вот почему он из этого выносит доброе? А потому что оно там есть, потому что он вложил туда это. А злой человек вносит злое? А почему злое? А потому что он этим наполнил свою сокровищницу и выносит. Поэтому Иисус и разделяет категории людей. Это добрые, это злые. Самый главный пример – это то, как ведут себя родители дома. То есть та модель, которая увидит, как папа с мамой, он ее уважает, он ее почитает. В те моменты, когда она плачет, он ее не отвергает и жалеет. Значит, это правильно. Значит, девочка растет с таким пониманием, что таким должен быть мой муж. Ведь у какой девочки, не спроси, какой бы папа ни был, каким ты хочешь, чтобы у тебя был твой муж. Как мой папа. А некоторые девочки видят, что папа обижает маму, но он ее папа. И у нее уже формируется такое понимание, что когда она вырастет и будет у нее поклонник, который ее будет обижать, что это нормально, я буду терпеть. Мама ведь терпела. Поэтому очень важно, как мы ведем себя в семье. Ребенок нам может доверить все. Он может прибежать без проблем и попросить, чтобы папа снял котенка с окна. Как у нас был такой случай. Папа побежал с ней, они спасали кота. Она может прийти и рассказать о каких-то неприятных вещах, которые она увидела, и ее беспокоит ее сердце. Она может прийти и рассказать про какие-то отношения, но уже мне больше, чем папе. Но она приходит и это рассказывает. Я говорю, папе можно рассказать? Ну вот это может быть не надо, а вот это вот ну расскажи ты. То есть она у нас друг, который с нами прошел трудные первые годы миссионерства. И у нас довольно-таки открытые и хорошие отношения. Это те люди, которые могут поддержать, с которыми счастливо думают. Мама, папа, Ева. Можно что-то рассказать, поиграть. Я хочу, когда я вырасту, чтобы у меня была большая семья, муж и двое деток, мальчик и девочка, чтобы были одного возраста. Я вообще считаю, что в брак нужно вкладывать постоянно. Потому что люди не вкладывают. Нас учат, как быть военным, как быть зубным врачом, как быть строителем, как быть менеджером. Но никто не учит, как быть мужем, как быть женой, никто не учит, как быть семьей. Но этому мало уделяется времени на начальном этапе. Потому что в школах, в университетах этого нет. А потом мы уже методом тыка, методом СМИ, которая влияет на нас. Мы это все принимаем на своих родителей, глядя, и вот несем это. И я считаю, что очень важно, когда конфликтная ситуация, общаться. Но есть такие периоды, когда ты не можешь сразу общаться. Надо немножко спичь. Вот именно поэтому нельзя вступать в брак на поводу эмоций, чувств. Вот все торопятся всегда. Я даже вот в церкви бывает, появляется пара. Я притормаживаю, и они не понимают. Они вот где-то обижаются, у них розовые очки еще. Я говорю, подождите, узнайте лучше друг друга. Давайте школу пройдем, давайте семинары послушайте. Это вам поможет увидеть отношения с другой перспективой. Не с той, с которой вы сейчас смотрите. И вот человек должен стать более зрелым, чтобы он мог решать конфликтные ситуации. И мы всегда разойдемся, посидим, помолчим, поварим. Всегда своя правда крутится в голове, хочется доказать. А потом эти эмоции проходят. И ты понимаешь, что да, оно и ни к чему это все доказывает что-то. И я там захожу в комнату, смотрю на нее, у них губы дрожат, глаза слезятся. Я говорю, мне надо тебе сказать что-то. Мне тоже. И мы вот общаемся, 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 нащупываем вот эти мягкие стороны и сближаемся опять. Это помогает. Но это должно быть в решении. У меня жена всегда говорит, ну вот парам, выкиньте слово развод из своей головы. Его не существует вообще такого слова. Оно где-то там в параллельной реальности будет. У нас нет этого слова. Поэтому это помогает. Я хочу быть хорошей женой для своего мужа. И вот это понимание мне помогает менять себя в первую очередь. Уступать мне в первую очередь. Потому что я хочу быть хорошей для него. И если в паре также думают оба человека, и муж, и жена, тогда будет проще решать конфликты. Ты подойдешь и скажешь, слушай, ну прости меня, ну я там был неправ. Даже если ты был прав. Ну тебе ничего не стоит подойти и извиниться, потому что тебе с этим человеком еще жить всю оставшуюся жизнь. Это первый момент. А второй момент, из-за чего очень часто возникают конфликты, это из-за того, что женщина не знает природу мужчины, а мужчина не знает природу женщины. Но если брать, ну например, обычная мирская семья, да, которая, ну у них есть какие-то ценности. Я знаю, например, такие семьи, они там, ну они алкоголь не приветствуют. Они ездят, путешествуют куда-то, все. Но, ну может быть, ругаются где-то, может быть там, я не знаю, что-то допускают в работе, может какие-то моменты там. Но если сравнивать там семья христианская, например, которая также не приветствует алкоголь, там любит детей, путешествует, и они, ну может быть, только не курят там и не ругаются матом. Я считаю, что различие в одном, что вот эта семья, которая верующая, они однажды услышали радостную весть об Иисусе Христе, что Он их спас на кресте вместо суда, и Он их очень любит, и им нужно открыть свое сердце для Него. Они это сделали, и они имеют сегодня спасение и подсказки в Божьем Слове, как нужно правильно жить. А эта семья, она может быть хорошая семья тоже, но у нее просто нету откровения об Иисусе Христе, что Он их спас две тысячи лет назад. Может быть, они не слышали о нем, может быть, они в поиске пытаются его где-то найти. Но это тоже хорошая семья, и у них нет этих, ну, цен, потому что я, мне очень сложно как бы говорить, есть люди в церкви, которые ведут себя недостойно, есть люди вне церкви, которые ведут себя достойно. Но в чем отличие, что у одних сердце открыто для Христа, и они приняли этот дар спасения, а другие или еще не приняли, или не знают, или оно просто закрыто для этого по каким-то причинам. Семья, которая не имеет христианских ценностей, не имеет веры в Бога, они надеются только на себя. Вот. И второй момент, который помогает людям, христианским семьям, это страх Божий. Не делать каких-то неправильных вещей. Люди могут очень часто вестись на свои эмоции, но человек верующий, который знающий Писание, он знает, что есть, ну, другие моменты, есть страх Божий, где, ну, который тебе просто не позволяет перешагнуть, ну, пойти, точнее, на поводу этих эмоций и совершить какие-то неправильные вещи. Помогает владеть собой. То есть владеющий собой лучше завоевать. Вот если в заключении подвести черту, то я бы сказал так, что наше христианство, оно проистекает из благодарности того, что произошло на кресте. Привет, привет! Крест? И песочек сквозь. Гармония в семье, теплые отношения можно построить только на крепком фундаменте. Основой христианской семьи и ее началом является призвание любящих сердец к супружеству. Только духовный базис, на котором семейные отношения развиваются в сердечных чувствах и любви, является средой качественного развития и совершенствования. Только духовность семьи повлияет на то, будет ли в будущей взрослой жизни ребенок зрелой и здоровой личностью. Христианская семья – это живой организм, в котором прежде всего царит любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова